С благодарностью к старшим коллегам сотрудники Главного управления МЧС совместно с Добровольным пожарным обществом поздравили ветеранов службы с Днем Советской пожарной охраны. Праздновали его 17 апреля. Дети для ветеранов сделали поздравительные открытки, а также стороны Всероссийского Добровольного пожарного общества. Мы вручим огнетушитель, это универсальное средство, и мы вручаем для того, чтобы всегда оно было в доме. И в случае какой-либо чрезвычайной ситуации можно было бы справиться. Николай Николаевич пожарный с более чем 30-летним стажем. Служил и начальником караула, и начальником части, и оперативным дежурным. Чрезвычайные ситуации были его работой. Все пожары были вот, красная талка на крыше, с крыши чуть не упали, там вообще скользко рассаяло. Да много, знаете, вспомнишь чего. Там еще полковник был московский какой-то проверяющийся. Он-то сами тоже лазил на чердакантной фабрике красная талка. 85-летняя Валентина Александровна подарку огнетушителю рада. Она, как никто, знает, что лучше иногда перестраховаться. Пусть будет на всякий пожарный, шутит пенсионерка. Она работала инспектором Госпошнадзора по профилактике. Меня называли соседи, пожарница идет. Это хорошо. Но мы объясняли, пожарные – это кто погорел. А мы профилактики, мы предупреждение пожаров. Я проработала 30 лет. До 80 лет Валентина Александровна давала уроки музыки в доме престарелых. Помнит, как еще маленькой девочкой пела «Катюшу» в госпитале для раненых солдат. А вот для гостей из МЧС захотела исполнить смуглянку. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.